Друзья, привет! Хочу вам показать покупки золотых изделий за неделю, которые удалось купить на аукционе и не только. Поехали смотреть! Итак, вот они золотые украшения, которые я купил. Почему они так лежат? Потому что куплено было вот так, вот так, вот так, вот так, отдельными лотами. Так, с чего начнем? Начнем. Вот это я купил в клубе, так называемом, на антикварной барахолке. Это я нашел такую брошечку. Здесь пробы нету, оно паяное, видите, коралл. Купил я это изделие за 50 долларов. Вот такая вот брошечка-булавочка. Очень интересно. Здесь, конечно, надо перепаять ее. И тогда она будет готова к продаже. Вот так застегивается. Это коралл. Золото пробу надо проверить. Ну, я думаю, здесь по цвету 583-я проба. Сейчас посмотрим, сколько весит. Так, вес брошки. 3 грамма почти. Потом я купил вот такое колечко. Колечко я купил у подписчицы. Здесь низкопробное золото. 333-й пробы. Постараюсь навести резкость. Вот, 333-я проба, видите. Золото низкопробное. Здесь аметист. Это колечко я купил за 1200 гривен. Сейчас тоже посмотрим, сколько весит это колечко. Вес колечко. 3,25. Ну, здесь камень тяжелый. Здесь металла порядка, наверное, 2 грамм. Где-то так. 333-я проба. Так, вот эту обручалочку. Интересную. Я купил на аукционе. Вот такое вот колечко. Сейчас посмотрим, какая здесь проба. Попробую показать ближе. Ну, это тоже низкопробное золото. Купил я его за 950 гривен. Что-то резко здесь плохо наводится. Не хочет совсем наводиться. Сейчас посмотрим его вес. Вес колечка. 2,89. Вот еще колечко с аукциона. 333-й пробы. Купленное за 1100 гривен. Стартовая цена была 700 гривен. Может, кто-то из вас видел его в продаже. На аукционе. Сейчас ближе покажу клеймы. Видите, 333-я проба. И также, соответственно, покажу вес кольца. Вес этой низкопробной обручалочки. 333-й пробы. 2,5 грамма. Вот этот лот. Кольцо и часть медальона. Я купил за 3201 гривну. Тоже на аукционе. Это все отреставрируется. И можно будет восстановить это колечко. Отдать надо ювелиру. Смотрим пробу. 56-я проба. 1888 год. И инициалы ФБ. В принципе, покупался этот лот ради этого колечка. Это уже восстановлению, к сожалению, не подлежит. Потому что дополнительную часть найти очень сложно. Это внутри окислилась вот эта рамка. Она ванается отсюда. Видите? Рамка сама не золотая. Поэтому она дала здесь окисление. Это кольцо прижимное. Вставлялась, видимо, фотография. Вот такой вот был кулончик. Жалко, нет еще одной створки. А так изделие очень красивое. Сейчас посмотрим вес этого лота. Вес этого колечка. И остаток от кулона. 4,72 грамма. Вот у нас крестик. Тоже с аукциона. Цена его 2,700. Видите, здесь присутствуют остатки эмали. К сожалению, только остатки. И сейчас покажу здесь пробу и инициалы. 56-я проба. Видите, да? 56. Это приравнивается где-то к 583-й пробе. Вот такой золотой крест. И смотрим его вес. Так, вес крестика. Так, вес крестика. 2,67. И последнее изделие, которое заслуживает внимания больше всего. Золотой крест, видите? С четырьмя цветами эмали. Здесь розовая эмаль, голубая и синяя. Тоже 56-я проба. Сейчас, соответственно, покажу ближе пробу и инициалы. Ну, состояние, конечно, безупречное. Видите? 56-я проба. И вот они, инициалы мастера. Изделие, конечно, в достойном состоянии. Несмотря на свой возраст. Очень зачетное состояние у крестика. Купил я его за 4,5 тысячи. Ну, сейчас посмотрим его вес. Ну, и этот шикарный крестик весит 3,43 грамма. Друзья, если вы хотите продать золотые украшения, мой вайбер всегда под всеми видео присутствует. Поэтому делайте качественные фотографии. Со всех сторон. Постарайтесь качественно сфотографировать пробу. И изделие обязательно фотографии с одной стороны, с другой стороны. Чтобы можно было все внимательно рассмотреть. Вот такие покупки за неделю. Друзья, напишите в комментариях, какие пробы золота знаете вы. Очень интересно. Кто знает, какие пробы. Кроме 583, 585, 750. Более редкие пробы старых изделий. Ну все. Пока. До новых встреч.